Продолжение следует... Добрый день, Олег Басаргин вам звонит. Ну, хотел пообщаться с вами, спросить, как у нас там дела обстоят. Вы с вами закончили разговор? Вы получили какой-то ответ-то? Какой? От чего? От того? Нет, нет кого не получил, поэтому не звоню вам. Хорошо, и сейчас проректора нет, он на докладе у ректора. Я думаю, где-то в часов 12 придется, я ему доложу. А о чем доложите-то? Ну, что вы не получили ответ, вы же должны ответ получить. А он не писал? Я не знаю, он мог сделать это без меня. Ну, я хотел бы с вами еще, у меня к вам пару вопросов. Слушай, вы сказали, что проверить протоколы там... Да, протоколов нет. То есть на балансе он не стоял, что ли, получается? Кто? Патенты эти на балансе не стояли? Нет, первоначально стояли. Я говорю, протоколов нет. Ну, если они первоначально стояли, а теперь не стоят, что ли, или что? Понимаете, я же начал работать в конце января. Ну, да. Поэтому я не нашел, не могу вам сказать, и документов я никаких не нашел. Понимаете? То есть почему убрали? Не знаю. А как вы узнаете? Ну, я думаю, что и вы тоже не узнаете. То есть, что это было решение, мне непонятно. Есть два варианта. Первое. Возможно, это было решение чисто Ольги Юрьевны. Второй вариант. Может быть, это было решение проректора тогдашнего Коплунова. Оно же должно каким-то образом там быть обосновано, там что-то еще? Вот, если я не ошибаюсь. Ну, как вы говорите, по вашим словам. Да, дело не в этом. Значит, технология списания, она следующая. Ольга Юрьевна должна написать служебную записку. А, значит, бухгалтерия на основании этой служебной записки списывает. Но, эту служебную записку должен еще завизировать проректор. Поэтому я говорю, что чья это была инициатива, я теперь сказать не могу. А я могу? Может быть, Ольга Юрьевна, может быть, это вышло с инициативой. Может быть, бывший проректор дал команду. Артем Гаврилович, а я могу сделать запрос? Какой? Ну, на предоставление этих документов. На получение первичной бухгалтерской документации? Ну, да, поэтому вопрос... Я не знаток, я не юрист и не знаток. Нет, запросы вы можете сделать. А вот дадут вам или не дадут? Честно говоря, не знаю. Но это будет с Кокоской решать. Если она прикажет главбуху найти эту докладную в архиве и сделать для вас копию, то ради Бога. Понятно. Ну, ладно, тогда как бы эту тему закрыли. Но она ясна. Ну, вот в Писании у нас всегда происходит... Ну, у них происходило, и сейчас эта механика осталась, по служебным запискам. А вот чья инициатива была... Вот сделать такую служебную написку, я не знаю. Нигде я документов не нашел. Ну, инициатива-то все равно идет от начальника управления. Не обязательно. Понимаете? Как вам сказать? Проректор, проректор по науке, он тоже решает этот вопрос. Он тоже смотрит. Вот все докладные он смотрит и решает, списывать или не списывать. Потому что вопрос-то стоит, что это расход средств. Естественно, они очень ограничены. И там сколько-то выделяется средств на поддержку. И эти средства, будем так говорить, распределяет... Ну, в смысле, эти средства по патентам уже распределяет проректор. Ну, он может сам лично, а может быть, с подачи мог вызвать Ольгу Юрину и сказать ей, что... Ольга Юрину, вот у вас такая-то сумма на поддержку. Предложите, какие патенты вы хотите оставить, поддерживать, а какие патенты вы не будете. Вы предлагаете не поддерживать. Может быть, так разговор был. А может быть, он сам решил без нее. Вызвал я и сказал, так, поддерживаться будут такие-такие-такие-такие-такие патенты, а остальные списать. Я вот не нашел документов, которые вот говорят о том, чья это была инициатива. А в бухгалтерии, конечно, документы есть на основании чего они списали. Понятно. Александр Габбуллович... Можете запросить, конечно, с Коковского. Александр Габбуллович, мы с вами еще закончили прошлый разговор тем, что вы сказали, что вот с Коковской была задача узнать про возможность восстановления. Ну, что, собственно, вы и сделали. Это мне такую задачу поставил проректор. Да, да. Я узнал и проректору доложил. Да. А, как бы, задачи по восстановлению не было. Поэтому вы, собственно, этим и не занимаетесь. Нет, такую мне задачу никто не ставил. Вот. Задача с восстановлением патентов, она все равно решается на уровне ректора. Почему? Потому что это требует финансирования, это требует денег. Понятно. А финансы, у нас занимается финансами один человек. Хорошо. А как мне вот сейчас поступать? Мне надо опять ректору писать на эту тему или что? Значит, помните, я вам сроки там писал, да, по-моему, до июля 2021 года. Там, там, срок. Поэтому, конечно, вам нужно подготовить какое-то обращение или письмо. Причем оно должно быть обосновано. Ну, чем-то. Обосновано? Ну, почему вы хотите его восстановить? Я сказал, что я не нашел документа, который объясняет, почему его сняли. Почему его не стали больше продлять, его действия, платить патентную пошлину. Я не нашел документа. То есть, факт то, что и не платят патентную пошлину, это факт. Это да. Потому что, если патентную пошлину не сняли, все, он перешел в общественное пользование, и его сняли с бухгалтерского учета. Но инициатива, чья была, я не мог восстановить. Нет документов. Вам надо писать бумагу с просьбой восстановить. А первичная бумага, которая на основании чего мы встречались, то у ректора в кабинете, этого недостаточно? А что там было? Я обратился к ректору с предупреждением об отказе о преступлении. По 160-й статье это растрата государственного имущества. Под государственным имуществом мной понимается исключительная имущественная доля промышленного права в патентах. То есть, там все обосновано с ссылками на законодательство и прочее. Давайте, про ректор придет. Я так понимаю... Прошел у него эту бумажку. Я так понимаю, что наша встреча, она была... Ну, как я понял, я просто со своей стороны. Ну, что она поставила задачу не только узнать возможность восстановления, а это как логическое начало процедуры восстановления. Понимаете, как восстанавливается действие патента? Очень просто. Просто перечисляется туда патентная пошлина. Ну, конечно. Вот и все. Мы, вот мы, с своей стороны, наше управление сказали, что да, восстановить можно. Посчитали, сколько это будет стоить. Вот столько, столько, столько-то. Все. А дальше начальство должно решить, а они выделяют, будут выделять эти средства или не будут. Будут они восстанавливать или не будут. Ну, там же, кроме пошлины, надо еще собрать, как бы, в бумаге, там, эти согласия со всех участников. То есть, там достаточно такая процедура. Нет. Ну, конечно, конечно, согласия должно быть всех. Почему? Потому что, если не будет согласия хотя бы одного заявителя, то Роспатент никогда и не восстановит. Даже если ты деньги перечислишь. Им скажешь, да, ну, бог с вами. Ну, да, совершенно верно. И произойдет утрата. А она уже произошла. Потому что, если патент не продлевался, то есть, пошлина не платила, то она теперь перешла в настоящее время в общественное пользование. То есть, им может воспользоваться, а может, уже и воспользовались, бог его знает. Любой человек. Совершенно верно. И любое юридическое лицо. Совершенно верно. Может быть, это уже и сделано, я не знаю. Вы правы. Так оно и есть. Но эта утрата, она условная. В связи с тем, что существует срок возможности. Ну да, то, что ее можно восстановить. Совершенно верно. Право после пользования все равно остается. Да. То есть, тот, кто начнет производство и... Да, если тот человек начал производство до восстановления, конечно, он как работал, так и будет. И нарастит определенный объем, то в этом определенном объеме он и останется. А если он не сможет этого достичь какого-то объема. Да, это понятно. До момента восстановления. Это все, да. Ну вот, о чем хочу? Вот у меня как бы задача-то она... Я понял. У вас задача восстановить патент. Это, то есть, не восстановить патент, а восстановить право, исключительное право. Вот. Но я такой командой не получал. Ну, понятно. То есть, не надо... Или мы как-то через ректора... Ой, через проектора... Значит, давайте я... О нашем разговоре, вот когда проектора придет, я ему расскажу, ему... Да. Может, вы меня наберете? Вы можете ему позвонить, но... Там... Ну, он часов 12 придет, но я, если к нему попаду, я думаю, после двух... Я могу к вам прийти. Я после двух не буду. Я уеду где-то в час. Давайте договоримся там на любой день, на понедельник, например, на вторник, на следующий недель. Ну, понедельник, сейчас, понедельник, лично, значит, смотрите, у нас ректорат, понедельник большой, значит, мы будем свободны, ну, я буду свободен, только после обеда, после двух. А как будет проектор свободен, я не знаю, надо звонить секретарю и... Ну, вам надо, понимаете, вам надо на прием к нему попасть. К проектору. Это вот... Он называется проектор по научной и инновационной деятельности. К нему надо записаться на прием и объяснить ситуацию, что вот вы обращались, ответ вы письменный не получили, никаких действий по патенту юридических не предпринималось со стороны, там, университета. Ну, просто, я к тому, что, я хоть со своей стороны договорился, там, там... Я понимаю, о чем речь. Вот, ну, я не могу, я же не могу этим... То есть, у меня нет основания. То есть, я не являюсь правообладателем, там, допустим, тем же, да? Согласен, согласен. Это должны, это должны все вместе они. То есть, нам надо к какому-то согласию, то есть, прийти к какому-то соглашению, к какому-то... Ну, вы же как, вы правильно сказали, что если вы договорились с человеком, просто надо сказать, что на первом этапе сейчас, от университета, нужно, там, доверенность, да, на имя, там, я забыл, кого-то, чтобы он взялся за вот эту работу по восстановлению патента, по восстановлению исключительного права. Но эта доверенность должна быть подписана, естественно, в Скаковской. Ну, вот, понятно, это все. Ну, я-то потому, что я-то не могу этим заниматься, у меня, как бы, полномочий таких нету, в том плане, что мы лишь ничего не решили. То есть, здесь, здесь какая, вот мы по кругу опять ходим, дело в том, что все частные доли, они частные, понимаете, они, как бы, частные лица, там, физические лица, они вправе как угодно поступать, там, со своей, со своей долей. Вот, а государственная доля, вы же, вы не можете на свое рассмотрение предпринять какие-то решения по... Я могу это обосновать со ссылками на законы. Вот, смотрите, речь, смотрите, у нас там 9 правообладателей, да? Да, совершенно верно. Вот, один из них университет. Ну, сейчас уже не 9, сейчас уже 6. Нет, я не знаю, сколько сейчас, у нас нет таких данных. Почему нету? Там заявки данные. Я вам предоставил такие данные. Ну, вы написали, но это что такое? Это просто писулька. Это просто писулька. Вот и все. Это же надо, где это, получать справки? Какие справки? Официальные, что они закрыты. Так я вам предоставил документы официальные, вы сами можете взять эти документы. Они доступны, публичные, у нас есть публичный государственный ресурс. Единый государственный... Это каждая справка, она должна быть подписана. Она подписана электронной подписью. Ну, хорошо. Вы берете, вы скачиваете. Пусть это будет, бог сим. Давайте так. Те физические лица, которые есть, они заплатили свою долю? Ну, вы не поставили этот вопрос перед ними? То есть вы не собрали... А я вам о чем и говорю, что я не знаю, почему там в прошлое, ну, какое-то время там назад, когда этот вопрос-то решался, почему такое было решение не платить? Может быть, потому что никто не хотел платить. Откуда я знаю? Я даже не знаю, связывалась Ольга Юрьевна с другими или не связывалась. Я понял. Платить-то должен каждый одну девятую. Александр Григорьевич, даже если опустить этот, ну, этот минус, просто его опустить, там, допустим, там связывалась, там, не связывалась по этой причине или по другой причине, вот. Вот, на сегодняшний день все равно, вот этот весь груз, он перекладывается на ваши плечи. К вашему, наверное, к сожалению. Вот. Почему? Я объясню свою позицию, потому что я же буду ее... Я эту позицию, это моя позиция, я ее обосновываю. То есть я как вот к ректору обращаюсь с этим делом, то есть как бы я ее, там, со ссылками на информационные ресурсы, там, на послание президента. Правительство и прочее. То, что это надо развивать. То есть, если это надо развивать, то есть, одни говорят, что это надо развивать, а другие не развивают, значит, они бездействуют. А бездействие, это, как бы, должна быть, должна ответственность нестись. Поэтому я вам в прошлый раз и говорил, что давайте мы с вами найдем общий язык и начнем это дело развивать. То есть не просто не бездействие. Я не могу. Я понял. Я вас слышал уже. Это делать без команды. Потому что мне должна быть команда от проректора по научной работе или от ректора. Это первое. И второе. Мне должны быть выделены средства. Без этих двух пунктов я при всем желании ничего сделать не смогу. Понятно. Я вас услышал. Поэтому мы же с вами вдвоем, сначала вдвоем разговаривали, втроем, потом вдвоем. То есть про ректора тоже было сказано, допустим. Мы же пришли к пониманию, мне казалось бы, этой темы, что надо восстанавливать, надо развивать это все дело. И про ректор что же самое высказывает. Я такие решения не могу принимать. Надо восстанавливать или не надо восстанавливать. И это... Про ректор. Такие нет. Вот теперь у нас, ну насколько я знаю, вот я когда пришел, я вышел на проректора с предложением, а он на ректора, создать комиссию по работе с интеллектуальной собственностью. Такая комиссия в феврале была создана. Понимаете? И в любом случае, это вот процесс восстановления, да, он должен пройти через вот эту комиссию. Через комиссию. Вот как раз, вот понимаете, если бы она и раньше была, вот эта комиссия, то остался бы какой-нибудь протокол. На основании этого протокола было бы ясно, кто выступил с предложением не поддерживать больше патент, чем он это обосновал, почему там члены комиссии согласились. А нет этих бумаг, нет. Сейчас эту комиссию как-то активизируется, каким образом она активизируется, то есть по заявлению, по чему заявлению, по чьей инициативе? Нет, председателем комиссии является проректор по научной работе. Он может эту комиссию в любой момент собрать и рассмотреть вопрос о целесообразности восстановления исключительного права по такому-то патенту. То есть не только с виновьем это вопросом. Да, если комиссия, если комиссия такое решит, да, положительно, то он обращается уже, значит, с результатом заседания комиссии к ректору с просьбой выделить финансирование. И если ректор соглашается с доводом и комиссией, выделяет финансирование, вот тогда подключаюсь, я и начинаю работать. А пока нет решения и нет финансирования, я заниматься этим не буду, потому что это бесполезное дело. Ну, у вас нет инструментов, это понятно. Конечно. Вам надо, еще раз говорю, встречаться с проректором по научной работе, по научно-инвестиционной деятельности. И возвращаться к этому разговору. И говорить так, что первый пункт, что я до сих пор не получил ответа. Никаких действий. Второе, что никаких действий не принято. И третье, что давайте что-то решать. А почему вы говорите, что в течение 10 дней, это не в течение 30 дней, в течение месяца, по-моему, в течение месяца? Понимаете, я не знаток вот юридических вот тонкостей административного права. Я не юрист, я вам, честно, могу сказать. Вот, поэтому, может быть, я ошибаюсь. Может быть, действительно, в течение 30 дней. В течение месяца, да. Но это надо с юристом консультироваться. Я не силен в этих вопросах. Понятно. А в чем вы сильны, чтобы мне понимать, там... Я? Чтобы я вам вопросов есть, что не задал. Ну, будем говорить так. Вот до того, как я пришел на эту должность, я 13 лет проработал проректором по учебной работе в негосударственном вузе. В негосударственном. А до этого 12 лет проработал проректором здесь, в госуниверситете, проректором по социальным вопросам. Ну, вот поэтому вот это вот мои, так сказать, социальные... Да, а последние 13 лет это учебная работа, то есть образовательные программы, т.д. и т.п. А почему вы пришли в инновации? Я вам скажу, почему. Я все вот эти года все равно потихонечку занимался и изобретательской деятельностью, и квалификацию свою повышал потихонечку. И когда, значит, вот Ольга Юрьевна отсюда ушла, она ушла в какую-то там коммерческую организацию, как мне сказали, они стали искать человека. Вот. Эта информация дошла до меня. А мне, честно говоря, уже, ну, проректором по учебной работе уже очень тяжело работать. Очень тяжело. Я там три аккредитации провел в этом ВУЗе, плюс куча проверок, это ни сна, ни отдыха, ничего. И то, что у тебя отпуск там 56 дней, это только на бумаге, потому что все равно приходится вкалывать. А мне уже 67 лет, мне уже это не нужно. И я давно так смотрел и подыскивал просто работку поспокойней, чем проректор, потому что проректор – это рабочая лошадка. И когда я узнал, что это, я пришел по уровню образования, то есть я инженер по образованию, у меня диплом о переподготовке по патентоведению, плюс повышение квалификации. То есть я подходил по симпатам, меня взяли. Мне это интересно, мне это знакомо. Пусть не в таком большом профессиональном варианте, как, может быть, Ольга Юрьевна занималась, я не знаю. Хотя она тоже по специальности физик. Я химик, а она физик. Но она работала все-таки последние 10 лет, с 2010 до 2020 на этой должности. Поэтому я понимаю, что у ней и опыт больше, и знаний больше и так далее. Но они просто никого, может быть, другого не смогли найти помоложе, потому что вот этот образовательный ценз, он тут в университете очень сильно соблюдается. Вот почему я сюда пришел. Я, честно говоря, говорю, что мне просто стало тяжело работать проректором. Это очень тяжело, никаких денег не захочешь. Я переживаю за то, что у нас в последние годы, пусть будет десятилетие, 20-летие, происходит стангнация хозяйственной деятельности в стране в целом. И, соответственно, если это запрет на развитие, в частности, изобретений, но оно же когда-то должно закончиться. Вот понимаете, многие решения принимаются, вот я вам приведу. Был постановление правительства о том, что образовывать, вузы должны образовывать малые предприятия, и вот через которые они должны реализовать идею коммерциализации технологий, новых продуктов и так далее. Но вуз получает деньги два источника. Это бюджет, то, что происходит из министерства, и то, что идет от платных студентов. Это вне бюджета. Но и там, и там это образовательная деятельность. И вот если это образовательная деятельность, то казначейство, оно следит за этим, смотрит. А мы можем это расходовать только на что? Зарплата, ну, там, понятно, ремонт, освещение, всякая коммуналка и так далее. Покупка компьютеров какого-то учебного оборудования, проведение практик студентов, выплаты стипендий, материальных пособий студентам. Ну, может, там, какие-то еще, но все. То есть вот эти деньги, которые даже вне бюджетные. Вуз не имеет права расходить ни на науку, ни какие-то средства перечислить МИПу. Он не имеет малым эмоциональным предприятием. Он не имеет этого права, ему правительство это не дает. И в результате, вот, в университете, вот я сейчас посмотрел документы, было создано 16 малых инновационных предприятий. Из них 5 уже закрылось. Остальные находятся в стадии закрытия. И только 3, так, чуть-чуть работают, правда, как говорится, наладом дышат. По одной простой причине, что финансирование университетам не может дать ни копейки. Площадей каких-то производственных университетей нет, и он не может им дать. А те ребята, предприниматели, которые клюнули на это дело и так далее, они тоже свои ресурсы не могут в таких больших объемах задействовать, чтобы поднять это производство какое-то. Я не говорю там, вот, ваше там, а вообще реальное. Поэтому политическое правительство, она, вот, с одной стороны, да, инновации, да, а с другой стороны, нет, денежки нельзя тратить. Вот и все, вам это не разрешается. Вот такие вот дела. Александр Городович, у меня здесь, как бы, я давно живу в Твили, наверное, так же, как и вы. Мы здесь общались, у меня здесь есть знакомый директор фонда, госфонда, государственного фонда из области, ну, из кино. Вот, и мы поднимали вопрос по поводу внебюджетного источника доходов для бюджетных и казенных учреждений. У нас, кстати, в патентах есть и бюджетные, и казенные учреждения. Вот, и мы выясняли, что внебюджетные источники могут быть любые. Вот, столетия. Согласен, внебюджетные источники могут быть любые. Но в университете на сегодняшний день внебюджетный источник только один. Это плата за обучение, то есть платное образование. А деньги, полученные на платное образование, можно тратить только на образование и более никуда. А вот остальные источники внебюджетные, которые, в принципе, могут быть, их нет в университете. Почему? Почему это уже, я не могу сказать. Вот, потому что это не развитие. Вот, допустим, Томский государственный университет, вот я там бывал, да? У них там, вот, центр трансфера технологии, это вообще отдельное юридическое лицо. У них свой счет, свои деньги. У них есть свой венчурный фонд. И эти деньги, они к бюджету и к образованию вообще никак не относятся. Как они сделали, откуда они взяли там начальный капитал, я не знаю. Не могу вам сказать, это надо с ними разговаривать. Но они сейчас работают и достаточно успешно работают, но деньги из бюджета университета, и никто ни копейки не дает. Вот это как раз, у них есть предприятия свои, которые входят в этот холдинг. Вот это небюджетные деньги, да. А у нас в университете нет ни одного предприятия, нет ни одного фонда, нет ни одного вот такого подразделения, которое бы зарабатывало эти небюджетные деньги. Нет. Небюджетные деньги только идут. Платное образование. Александр Кабдилович, я вам могу ответить по поводу Турбского государственного института? А вот давайте, интересно. Мы общались и по этим вопросам много лет назад. И то, что вы сейчас расскажете о результатах, это часть отчасти, то та схема, которую я вам предоставил в описании. То есть они создают государственную, объекты имущественной собственности, это патенты. Вот эти патенты передают частному бизнесу, направив распоряжение и внедрение, имея там долю. Вот. И средства, они создают основания для эмиссии средств. То есть они не зарабатывают, как вот мы понимаем, что там надбалочная стоимость, там что-то, что-то еще. Они берут государственные средства, так они основания делают государственные. Они создают государственную товарную массу. Вы все правильно говорите. Но это все на бумаге. Вот я вам говорю, что в университете. Создали 16 МИПов. В каждый из них университет, он не может вкладывать деньги. У него нет денег таких. Вообще, ему никто не разрешит. Он вложил интеллектуальную собственность. А вот дальше должны были вложить как бы второй хозяин, частное лицо. А они на первых порах согласились, а потом пришли, покрутились, что университет площади не дает, потому что у нас площадей нет. А значит, какими-то кредитами помочь не может тоже, потому что это и не кредитная организация. И никаких денег дать не может. Ничего, кроме вот этого голого патента. А этот голый патент, вот я как раз сижу, сейчас вот разбираюсь. У меня тут прорабатываю патент, связанный с катализатором. Получение, газофазные способы получения метанола. А он только на бумаге, вот нарисовано, написано и так далее. Даже лабораторного образца нет. И я вот сейчас стою перед проблемой, что мне нужно создать лабораторный образец. А мне никто не может денег на это дать. Потому что нет такой статьи в университете. Нет. Какой статьи-то? А? Чего статьи чего? На научные исследования. Так вы образуете объекты, имущественные объекты, вы оценку произведите? У вас нету... Как-то нет. У нас все патенты, все прошли оценку. Стоимость-то есть? Конечно, а как же. Но эта стоимость образует основания для получения, для заявки на бюджет следующего года. Эта стоимость? Вот я не знаю, ну... А что вы говорите? ВУЗ получает деньги. А для государства. Только на программы образовательные. Больше ни о чего. Вы на имущественный фонд. Каждый ВУЗ, ВУЗ в том числе... Ну, как бы... Это, наверное, какая-то такая... Большая тема для разговоров. Но насколько я понимаю, насколько я знаю. Нет, ну, может быть... Я не спорю. Может быть, вы знаете больше меня в том плане, что есть какие-то фонды, из которых ВУЗ может черпать денег, да? Вы про это хотите сказать? Ну, вообще-то, да. То есть, как бы... Но я лично, ну, не знаю. Так давайте разберемся, я вам помогу. Но и самое главное... Самое главное. Вот ВУЗ-то, он уже очень долго существует. Правильно? Ну. И почему-то он из этих фондов деньги-то не черпает. Так, конечно, задач не было такой. А? Ну, это задача... Это, как бы, понимаете... Вот то, что... Вот внутри университета связано с инцептальной собственностью. Да, это мое. То, что за дверями любое внешнее отношение, это уже только через ректора. Почему она не пользуется этими фондами? Я не знаю. Может быть, она их просто не знает. Может быть, у нее какие-то... Это знакомо, но у нее там какие-то причины. Я не знаю. Вопросы финансирования ВУЗа... Это не мой вопрос. Александр Габриевич, извините, я вас перебью. Да. Вот у нас с вами два патента. Это прям живой пример. Пока вот он живой, потому что его можно восстановить. Почему я за это бьюсь-то? Вот. Потому что это прям живой пример решения тех вопросов, над которыми вы думаете. Потому что это и есть внебюджетный источник дохода. Он образует основания для повышения бюджета следующего года на содержание и развитие имущественного фонда университета. И это сторонний ресурс. То есть, это не тот ресурс, который образовался внутри университета. Это другая история. А это сторонний, который вам привнесли. Вот она. Вот здесь эти капиталы, которые вам нужны. Вот, смотрите, вот это я не понимаю. Вот смотрите, есть у вас патент на опреснитель. Да. Бытовой опреснитель. Не бытовой. Нет, почему бытовой. Это так написано. Нет, там и написано бытовую. Не правильно вы говорите. Ну, может быть, я неправильно сказал. Автономный. Автономный. Да, автономный опреснитель. Но я посмотрел там по производительности. Это к разряду бытовых. Да, какую разряду эта ферма. Ну ладно, мы не будем спорить. Ладно. Вот смотрите. Вот смотрите. Хорошо. Этот мы патент восстановим. Дальше встанет вопрос. Проверить работоспособность. А это значит, надо создать или на первых порах хотя бы лабораторную модель. Или потом, на втором этапе, так сказать, опытно-промышленное. Но на первом этапе лабораторное. Так? То есть сконструировать это все, показать, что оно работает. И вот с этим уже идти в бизнес. Потому что бизнесу вот эти патенты, они не нужны. Им нужны только патенты те, если вот прорывная технология. Так что потом вот, вот как сейчас, значит, изобретение было. Значит, на основе торфа, значит, разработан материал гранулированный, который в страшной силе поглощает метан. За него сразу наш этот Газпром уцепился и все, и лапу наложил, и искупил на корню. На бумаге ничего нет. Просто неопытные партии ничего, но они купили. Но это прорывная вещь. А те патенты, которые у нас есть, их любой человек, если это там частный бизнес, или любая организация, она скажет, а вы продемонстрируете, что это работает. То есть нужна какая-то установка. А здесь, во-первых, эту установку кто-то должен сделать, а это связано с машиностроением. Но самое главное, кто-то должен профинансировать ее создание. А университет про него финансировать не может. Потому что он не имеет права туда вкладывать деньги, которые заработали на образовательном процессе. Вот в чем проблема. А других денег в университете нет. Совершенно верно. Я вам могу ответ дать. У нас все ответы есть. Так как патент привнесен извне, то есть это не является патентом университета. Но патент получил долю в этом патенте, к университету приросло. Приросло имущественный объект. То есть увеличилась имущественная составляющая университета. Вырос объем нематериальных активов. Согласен. Ну, нематериальные активы, это не совсем нематериальные. Они имеют статус имущественных прав. То есть это имущественные правы. Это имущественный объект. Нет, ну я с вами согласен, что это имущественный объект. Он оценивается. Давайте я вам расскажу. Он оценен, да. Вы пять минут меня не будете перебивать. Хорошо. Он оценивается. Он на сегодняшний день еще не оценен. Он оценивается. И это дает основание на получение бюджета следующего года для университета. На содержание и развитие этого имущества, которого не было раньше, и вдруг он появился извне. Понимаете? А где университет будет эти деньги просить? Я вам рассказываю, как делал Томский университет, на вашем же примере. То есть это пришло извне. Вот то, что я вам рассказываю. Понял, понял. Я все понял. Вы закладываете в бюджет на следующий год на содержание и развитие этого имущественного фонда, которое к вам приросло. Вы получаете, ну, я не буду говорить там какую-то большую сумму, но вы получаете достаточную сумму для того, чтобы провести неокрыт тот же. Это мы импортозамещали. Что значит импортозамещали? То есть эти технологии уже внедрены в хозяйственный оборот в ряде стран. В частности, в Австралии и в Китае. Если в Австралии мы брали аналог большой аграрной фермы, выращивающей помидоры, то есть это такая серьезная установка, то эта установка является гибридной. То есть она, кроме опреснения, дает еще тепло и электричество. То есть вода греется солнцем, солнце пар, паровая турбина и дальше пошло. Из умуса, из соли морской воды, как бы это все идет на строительные материалы. Это хорошая, уникальная технология. И она сделана для Крыма. Так как эта технология принадлежит государственному университету, то с Крымом вы, как государственный университет, договоритесь в легкую. В Крыму выделен большой громадящий бюджет на освоение технологии опреснения. То есть деньги даже на это и есть в Крыму, они вас ждут. Ну, собственно, как бы вот так вот, это очень коротко. Но я вам предлагаю расписать это для понимания. То есть, ну, я не знаю, там встретиться где-нибудь, там пообщаться, ну, в смысле у вас там, вот. И эту тему расписать для понимания. Это перспективная очень технология для ТСК. Я все понимаю, вот вас, вот про ректор, когда Ким Брючев, он спросит, конкретно, вот, какой фонд, куда обращаться? Крым, это понятие очень относительное. Конкретно, куда обращаться? Кто будет уделять деньги университету? У вас в университете есть отдел взаимоотношений с разными другими университетами. Я вот помню, к этому ходил, к проекту, ну, к прошлому. Вот, и мы заходили по поводу Крыма с ним. Это все распределены эти обязанности. Если даже об этом не говорить, я сам же, мы же делали это все для Крыма. Вот, то есть, ну, можно написать Аксенову. Ну, как бы, там в Крыму есть корпорация развития Крыма. Там, у меня есть, там, ряд переписок по Крыму. Я вообще... Так, я понял, значит, давайте так. Значит, вы предлагаете, что? Чтобы университет обратился в Крым. Ну, значит, организацию мы там найдем, вы сказали, корпорация. Это по развитию. Мы обратимся с предложением. Вот, что у нас есть вот такое изобретение. Значит, мы можем это дело довести. Но нужны такие-то, такие-то деньги. Правильно? Ну, там уже часто инвесторы. То есть, там же... Нет, ну, понятно. Конечно. Это они будут думать. Да, 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 да. Там и самая интересная проблема-то, смотрите, в чем. А кто посчитает, какие деньги нужны? Кто посчитает? Потому что у вас установка, вот то, что вы предлагаете, да, это объект машиностроительного производства. У нас нет машиностроителей, никого. Никто, вот любого профессора вызови, покажи и скажи, вот мы тебе деньги дадим, а ты сможешь это сделать. Нет, это политех. Вот они, наверное, может быть и сделают эту промышленную установку. А мы им тогда должны платить. Вы знаете, вы прямо такие конкретные примеры приводите. Ну, они тоже решаемы. Ну, можно бартером с ним рассчитаться. Нет, бартером у нас только студенты. Нет, почему? У нас технологии. То есть, мы... Вы поймите, что вот я ученик Звонова Александра Александровича. Это один из первых патентно поверенных. Их было всего три, там, десять лет назад на Тверской области. У нас много этих изобретений. Я... В прошлый раз мы с вами разговаривали по поводу ВАИРа, да, этого нашего Тверского, Межимов там, председателя. Меня аж выбирали. Выбирали, наверное, до сих пор числюсь там, может, уже не числюсь, заместителем его. То есть, я заместитель, председатель Тверского ВАИРа. Ну, так как они занимаются имитацией, я как бы, ну, не стал с ними заниматься. Я вообще путешественник. То есть, ну, путешествовал. У меня там свой свой фундаментальный исследовательский труд в области семантики энергетических элементов, генетического кода. То есть, меня эти вопросы интересуют. Я совсем не предприниматель. Я раньше был предпринимателем, а сейчас у меня общественная деятельность. Я не занимаюсь коммерцией. Но об этом достаточно, как бы, этот вопрос изучаю. И не для себя, чтобы в карман, а для того, чтобы сделать среду лучше. То есть, я говорю об общественном договоре, об общественном благе, в частности, в пользу университета. То есть, у меня такие цели. Нет, цель-то я ваше понимаю. Поэтому я реально могу вам помочь, в том плане, что принести пользу. То есть, там, прийти, там, рассказать, как я это вижу, там, показать. Мы вместе, там, нарисуем эту схему, там, что-то еще придумаем, там, что-то еще. И это будет вам в пользу. Дорисовать-то все можно. Вопрос, денег дадут или нет? Дадут, конечно, потому что вы... Вот вам с чем и надо идти к проректору о научной работе. И говорить, что вот у нас схема такая. Первое. Мы сейчас восстанавливаем патент. Для восстановления патента нужно будет получить, там, связаться с теми ребятами, которые, там, скажем, живы. Получить от них официальное согласие. Потом проплатить патентную пошлину. Патент восстановлен. Патент восстановлен. Значит, второе. Надо обращаться... Вот, вы говорите, что вот в Крым вот в такую-то организацию. Что они занимаются, там, финансируем, т.д. То есть, вы ему должны конкретно рассказать схему. Давайте мы вместе расскажем его. Он меня вызовет сразу. Если я нужен буду, я думаю, что 100% он меня вызовет. А мы сами-то вместе с вами не можем ему это рассказать? То есть, сами разобраться для себя? А потом его поставить в известный... Вы к нему сначала обратитесь. Так, а почему не к вам-то, Арсен Габриевич? Потому что, первое, я не могу решать вопрос... Вы исполнитель. Вы не можете проявлять инициативу, чтобы... Это первое. И второе. Я делаю только то, что мне поручено. Если мне не поручают заниматься вот этим восстановлением патента и в дальнейшем его... дальнейшей его коммерциализации, то я и не занимаюсь им. С меня спросят за другие дела, которые поручены мне. Понимаете? Ну, понятно. То есть, у меня есть объем работ. Вот, в конце года, вот, 21-го года, с меня спросят. И спросят жестко. И если я это не сделаю, я просто отсюда улечу. Вот и все. Вот мы с вами разговариваем уже 50 минут. Представляете? Меня уберут отсюда, и все. Это вот такой уже разговор был. Когда меня приняли на работу, мне конкретно сказали. Тебе год. Если у нас будет достижение за этот год, а я вам предлагаю как раз схему достижения... Ну, это схема... Дорожную карту к достижению. Эта схема достижения... Ну? Нужен толчок. Идите к проректору и говорите с ним. Вот мы с вами 50 минут разговариваем. У него будет... И вы... Я так понимаю, что вы услышали, о чем я говорю. А у него будет эти 50 минут? А вы не надо так на долг затягивать. Вы ему объясните схему, что первый шаг. Вы сейчас собираете данные. Вот согласие. Второе. Восстанавливаем патент. Вопрос там... Надо решать с проплатой. Потому что с проплатой как бы университет... Иначе... Вот у него есть одна девятая. Вот он имеет право одна девятая проплатить. Хотя, конечно, мог бы проплатить и всю сумму, она небольшая. Но не разрешат это сделать. Никогда. Потому что это же нарушение будет. Что бюджетные деньги там потрачены на... Оплату за других людей. Но это дело десятое. Дальше. Вот мы проплатили, восстановили. Потом. Что мы делаем? Мы едем в Крым. Вопросов нет. Организация там есть. Вы сказали, я ее найду. По интернету поищу, спешусь. Все сделаю. Свяжусь с ними, приеду. Может быть, вместе приедем. Расскажем, что это такое. Покажем патент. И если они дадут денег, не вопрос. Будем работать. Да, может быть... У нас, конечно, в политехе... То есть сделать эту установку невозможно. Но мы заплатим деньги. Вот то, что они дадут, заплатим политеху. Потому что проект будет говорить, что у нас нет, допустим, машиностроителя. Ничего страшного. Заплатим политеху. Они сделают. Или там какой-то другой организации. Продемонстрируем. Туда привезем. Покажем им, что это все работает. И так далее, и там подобное. И это должно заинтересовать бизнес-бизнес крымский. То есть ему надо нарисовать схемку. А по второму патенту у нас есть готовые изделия. Готовые изделия... А при чем здесь готовые изделия? У вас не на изделии. У вас там на способ. Да, на матрицу производства изделий. Так вот у нас... Ну, способ. Ну, я знаю, что в Дагестане занимаются вот этим вопросом. Чем? А они витые изделия делают из серебра. Какие витые-то? Витые. Они разные, витые. Да откуда я знаю? Ну, вот витые изделия я имею в виду эти, как его... Ювелирные. Ну, совстречные намотки витые, они по спирали. А у нас не спираль. У нас спираль. Но у нас это новое устройство. Ранее не использовалось в физике, а тем более в промышленности. То есть это... Ну, правильно. Но... ...новая геометрия. Использовать-то кто это может? Использовать это может только производство. Правильно? Да нет. У нас это ювелирная, сувенирная отрасль. Это отрасль галантереи, само изделие. Вот. И оно уже готово. И у нас, как бы, есть, ну, коллекция, образцы этого всего. Ну, у вас станочек есть уже, который... Станок. Я ж не про станок говорю. Ну, то есть это было сделано там вручную. А мы сделали матрицу для того, чтобы механизировать этот процесс. Этот процесс... Этот механический процесс, как бы, зарегистрировали в качестве патента. И завели, и отдали его. Тогда надо... Тогда надо... Здесь вопрос проще. Здесь просто надо выявить предприятия, которые занимаются вот подобными вещами, и предложить им купить патент. А зачем покупать? Вот мы идем совсем другим путем. Мы не идем путем продажи патентов, там, или покупки. А счастье не в воле, а в доле. То есть это долевое участие. Ну, долевое участие постоянное. То есть мы не идем путем купи-продаж. Нет, продажи могут быть разные. Продажи могут быть разные. Мы можем... Первый вариант – это деньги, когда сразу выплачиваются. А второй вариант – что, да, начинается с производства, пошла прибыль. И какую-то часть они отчисляют, там, от своего дохода. Да, такой вариант тоже. Есть же разовые платежи. И рояльти – это известная вещь. Так, ну ладно, мы тогда... Я о другом хочу сказать. Все равно в ГОС и университете не может быть применена эта технология. Не может быть. Значит, это должна быть какая-то организация сторонняя. Внутри... Вы совершенно правильно говорите. Вы не можете ничего... Вы, как бы, связаны по рукам, по ногам в отношении своего собственного имущества, который... Ну, имущество... Да, оно не наше. Но у нас только... Как это сейчас находится? Доверительное управление. Ну, совершенно верно, да. Вот. А если это превозносится извне, по нашему примеру... Понимаете, мы вам пример показали, то, что к вам может прийти, и мы готовы вам это все делать, давать, не ограничиваясь этими патентами. Я вам, как бы, на сегодняшний день, там, штук пять патентоспособных решений могу принести. Да у нас патенты свои есть, которые наши ученые разработали, и все упираются в деньги. Так вот, я вам... Услышьте меня. Это просты... Так, здесь такая тонкая грань. Конечно, у вас это все есть, вы же университет. Вот. У вас, конечно, это все есть, но вы не можете таким... Вы... Ну, у вас, как... Вы как кокон. Вы закрыли вас в этом коконе, много чего есть, но вы не можете его капитализировать. То есть, не можете получить доход. Дополнительный. Вы можете принести только и получить его извне. Так вот, извне тот же ВАИР вам может предоставить, там, этот поток целый. Вот. И именно вот этот поток вам дадут... Вам даст, вот, развяжут руки, и вам даст эти капиталы. Дополнительные бюджеты. Я вам готов это все объяснить. Я согласен. Сейчас речь у нас стоит не о том, откуда взять патенты. Это как раз не проблема. Проблема сейчас у нас стоит в университете другом. Где взять средства, чтобы коммерциализировать их? Кто будет платить конкретно? Вот этого вопроса. Средства в государстве, а основания, основания, извне. Средства из бюджета. Средства из бюджета, только надо основание. Основание... Значит, это средства должны быть из федерального бюджета. На следующий год. Вот подскажите, из какого, кто, какое министерство нам может... Имущественное. То есть, это относится к... Кому министерству нет? Нет, я не про министерство, не про отдел спрашивайте. Ну, в смысле, вот, про ответственность. Это относится к имуществу университета. То есть, каждый университет, каждый институт, оно содержит свое имущество. И это имущество в той или иной степени развивает. Так вот, патенты, они тоже относятся к имуществу университета. Те патенты, которые созданы внутри университета, они ограничены в развитии. Потому что они уже в бюджете, они уже на балансе. А те, которые могут быть принесены извне, это и есть ваш доход. Который вы преобразуете уже в бюджет следующего года. Вот вам вот эту связку... Вот для меня, вот это просто красивые слова, в которых я не могу найти самый главный ответ. Кому идти, чтобы попросить деньги на воплощение этого патента? Кому? Ну, давайте сейчас схеме... Я думаю, такой же вам вопрос задаст проректор. Министерство образования никогда не даст. Минобор науки. Почему не даст? У него есть программа... А, не даст. Там деньги распределяются на фундаментальные исследования Ильни-Окар только по грантам. Сейчас только грантовая система. Других вариантов нет. Там, чтобы избежать всяких вот этих взятых и т.д. Правительство постановило, что все только по грантовой системе. Не, ну, можно и грант, допустим, можно и грантовое финансирование получить. Но дело в том, что частник, то частник заявляет на грант, то университет заявит на грант. Нет, нет. Университет может заявить на грант. Но вот если вы хоть раз один участвовали в этой грантовой системе, значит, я вам скажу, что там требуется. Там требуется... Вот, допустим, мы заявляем грант на создание вот этой вашей установки. То есть на выходе мы должны начать производить установки эти. Нам сразу, вот, когда мы... Алло. Да, ограничено, наверное, время. Значит, когда мы пишем грант, нам сразу первое условие, там, значит, наличие кадров. У нас нет ни одного инженера. Опа, это отражается. Дальше. Какие разработки, опыт работы в этой сфере? То есть статьи, какие-то изобретения, что-то еще связанное вот с машиностроением вот в этой области. У нас опять ноль. И так далее, да? В каком плане? Ну, у нас нет ученых, которые занимаются машиностроением. У нас нет патентов в области машиностроения, вот способов машиностроения. У нас это не наше. У нас только фундаментальное исследование в университете. И когда мы вот такую заявку подаем в Министерство, в Миноборнауке, а таких заявок на грант будет много, они скажут, у-у-у, ребята, вот это, Тверской госунистер, мы сразу их вычеркиваем. У них идея-то хорошая, вопросов-то, вопрос-то да, все окей, и нужное, и стране, и так далее. Но опыта у них работы нет, ученыху нет, поэтому, скорее всего, эти бюджетные деньги просто, ну, извините, грубо скажу, просрут и все. И никто нам грант не даст. Гранты выдаются, очень жесткая система грантовая. Вот у нас есть три направления, под которые, ну, я имею в виду, ближе к технике, ближе, которые мы получаем, иногда выиграем гранты. Это химики, чисто химики, это не инженеры химики. Второе, это физики, а проблемы магнетизма. И еще раз физики, которые связаны с проблением получения монокристаллов. Иногда, иногда гранты выигрывают айтишники. Все. А остальные гранты, да, они у нас бывают, но очень редко. Это связано с педагогикой, это связано с археологией, это связано с русским языком и все. А так, более-менее часто получают гранты. Это физики, магниты, монокристаллички и химики. И строго-строго по своей тематике, потому что других ученых у нас нет. У нас они все теоретики. И если мы сунемся в область, будем сказать, не окор, то есть в области прикладной, нам просто министерство отрубит это сразу. И скажет, у вас опыта нет, ученых нет кадров, мы вам не дадим. Хорошо, Антон Гоглос, но мы же этого еще не сделали, поэтому это преждевременно делает какие-то выводы. Нет, это ответ на то, что министерство Миноборнауки дает деньги. Нет, она никогда не дает деньги. Я могу по-конкретнее узнать у того же том, что университет как и не подойдет. Я вам тоже говорю, что это только... Я вот ходил к начальнику управления научных исследований, интересовался этим делом, когда пришел на работу сюда. И он мне все это объяснил, что только через систему грантов. И никаких других вариантов нет. Правительство просто запретило деньги выделять не по грантовой системе. Понятно. Гранты, конкурсы, там 6-7 вузов, там кто из них выиграет, там комиссии у них свои министерские, Тодоль Павлович. Александр Габдулович, у тебя снова... Закругляюсь. Да. Значит, вам надо записаться на прием к проректору. Он меня точно вызовет. Но к проректору надо прийти с конкретной, как вы сказали, дорожной карты. Первый этап, второй этап, третий этап, четвертый этап. В результате, допустим, пятый этап, едем в Крым там или какой-то, просим финансированный. Вот конкретно вот у этого, у этого, там какой-то организации, вот вы сказали, корпорация развития там Крыма или что-то там еще. И если вы его убедите, все, он мне скажет, Тодоль Павлович, все, я совсем согласен, вперед. Понятно, когда мне с ним встречаться, я... Позвоните ему. Ему позвонить, да? Да, ему позвоните, там, скорее всего, ответит секретарь, потому что, а может быть, он уже и пришел от ректора. И она скажет, посмотрит дневник и скажет, когда у него есть свободное время. Хорошо. Я все равно без его команды ничего сделать не смогу. Ладно, хорошо. Ну, благодарю вас, Атангар Горлович. Думаю, что увидимся. Надеюсь, что увидимся. Увидимся, конечно, если вы запишетесь на прием, точно увидимся. Всего доброго, благодарю вас. Доброго дня. Здравствуйте, уважаемый Андрей Валерьевич. Когда будете свободны, сообщите, пожалуйста, чтобы мы могли созвониться или договориться о встрече по части восстановления и развития темы патентов от университета. С уважением, Олег Сергеевич Басаргин. Уважаемый Олег Семенович, день добрый. Хорошо. Предметно об этом говорить может Александр Габдулавич, с которым вы беседовали, поскольку он имеет соответствующее образование и опыт. Я могу послушать его и ваши аргументы, и принять решение. Поэтому на следующей неделе запланируем тройственную встречу. Понедельник весь расписан, посему будем ориентироваться на любой другой день. Моё отчество Сергеевич, с Александром Габдулавичем сегодня говорили больше часа. Просто так больше часа не разговаривают. Мои аргументы, по моему скромному мнению, заинтересовали Александра Габдулавича, но так как он не может проявлять инициативу, он настоятельно рекомендовал встретиться с вами, а вы уже его вызовете обязательно, констатировал Александр Габдулавич. Странно, в WhatsApp у меня значится Семенович. Поправим. С Александром Габдулавичем сегодня встречаюсь. Он доложит все аргументы. Не изменить данные ФИО в WhatsApp в вашем профиле. Это меняется в контактах. Нет, в данных контакта это сделать не смог. В телефонной книге, все номера у вас записаны под именами. WhatsApp это приложение, использующее контакты телефона. А, совсем из головы вылетело. Поменял.